В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуску коротко об основных событиях. Проверить степень готовности новой строящейся школы приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Школа оборудована тремя лифтами, в том числе для перевозки нового мобильного группа населения. В музее Горки Ленинские состоялось открытие выставки «Быть здесь». У нас задумка, что человек приезжает в нашу импровизированную галерею, осматривает все объекты здесь. Большинство строительных работ близятся к завершению. Проверить степень готовности и качество одного из новых знаковых образовательных учреждений округа приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Новая школа на 1550 мест в жилом комплексе «Южная Бица» – самое большое из учебных заведений в округе. Объект строится в рамках национального проекта «Образование». Депутат Московской областной думы Владимир Жук совместно с муниципальными депутатами проверил ход строительства. Школа оборудована тремя лифтами, в том числе для перевозки маломобильных групп населения. С центрального входа у нас получается безбарьерный доступ, безбарьерная среда, ни пандусов, ни ступенек нет. В актовом зале заканчивается монтаж зрительских кресел. Здесь даже предусмотрен лифт для подъема маломобильных учеников на сцену, аналогов которого нет ни в одной школе Подмосковья. А вместимость зала составляет 600 мест. «Шумопоглощающие экраны стоят, именно те, которые съедают эхо, здесь очень комфортно». Готово столовое на 750 посадочных мест. Сейчас устанавливают оборудование в спортзалах и собирают мебель в классах. А во всем здании уже проходят клининговые работы. «Ребенок, если ему, наверное, один раз-два показать, как это делается, они сами смогут регулировать. Ну, по крайней мере, наклон будут регулировать, я думаю, безустановочно». В кабинете технологии для девочек есть все необходимое оборудование – интерактивная доска, швейные машинки и манекены. Предусмотрено также кулинарное оборудование. Для мальчиков в классах установлены станки для дерева и металлообработки. «Девочкам надо учиться готовить, шить, кровить, а мальчикам надо учиться работать руками. Сейчас у нас многие работают только с гаджетами. А вот как работать не просто с гаджетами, нажимать на кнопки, а как работать с тисками, с молотком, со стамеской, делать какие-то элементарные простые вещи. И если он здесь и научится, а я уверен, что так он и будет, то для жизни это только большой плюс». На данный момент на объекте площадью свыше 23 тысяч квадратных метров находится порядка 280 рабочих. Завершается благоустройство территории. Кладут плитку, заканчивают подъездные дороги к школе и ограждения. Уже в этом сентябре школа откроет свои двери для первых учеников. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Подмосковье начался сезон летних грибов. Расскажем, какие грибы лучше собирать, а также о главных правилах безопасности. Уже сейчас в Московской области можно собирать подберезовики, подосиновики, трутовики и лисички. Белые грибы можно найти в лесах рядом с каширой. Не собирайте грибы рядом с трассой. В таких грибах накапливается много тяжелых металлов. Остерегайтесь двойников. Ложные грибы могут быть смертельно ядовитые. Перед выходом в лес посмотрите карту и изучите местность, чтобы знать, какие объекты и где расположены. А в лесу запоминайте ориентиры и не заходите вглубь незнакомых лесных массивов. Не забудьте предупредить о своем походе близких и родных. Отправляясь за грибами, возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду и спички. Музей заповедни Горки Ленинский вновь стал центром притяжения для творческих людей. На территории усадьбы прошло открытие выставки «Быть здесь». Как она создавалась и чему посвящена экспозиция, узнала Инга Янчук. Экспозиция нелинейная и представлена сразу на нескольких территориях. Несколько экспонатов расположены в музее заповедника Горки Ленинский, а несколько в жилом комплексе Южная долина. У нас задумка, что человек приезжает в нашу импровизированную галерею, осматривает все объекты здесь, потом он выходит по специальному коридору и по лестнице в лес, уже гуляет по лесу. Там установлены таблички, мы сегодня еще планируем добавить, навигационные таблички, указатели будут, стрелочки. И дальше пешком идет, ну, либо на машине, конечно, можно доехать, либо идет прям пешком, можно дойти до горок. В выставке участвуют более 25 художников. Большинство работ сделаны из натуральных материалов и посвящены взаимодействию человека с окружающей средой. Так же, как проект теплообмена, который полностью состоит из сена. Работа Анны Селимзяновой создавалась несколько дней на месте. Там очень сложная задумка, потому что, если бы мы наполнили шар стеном целиком, он был очень тяжелый, его невозможно было бы просто удержать и повесить. Поэтому там придумана специальная система, что сено существует только таким слоем, а внутри он полный. И она сделала этот шар сено и добавила на него человеческие вещи, как взаимодействие человека с каким-то природным миром. Самая масштабная работа на выставке называется «Темная структура». На нее ушло 300 метров ткани, 7000 метров ниток и около 336 часов работы. Сама же работа весит около 100 килограмм. Работа Павла Зуданова. Это художник из Липецка. Он работает именно с надувными скульптурами. Это надувная скульптура. То есть она держится на вентиляторе, на воздухе, скажем так. Вот очень круто работает именно с этим прекрасным пространством. То есть она его как будто хочет то ли раздавить, то ли она сюда залезла и спряталась. То есть это тоже можно как бы обсуждать и по-разному транслировать. В рамках проекта произведение искусства интегрируется в окружающую среду. И ваше хождение по галереи превращается в своеобразный квест. Ведь каждый объект необходимо найти. А он, в свою очередь, сливается с ландшафтом. Новая работа Дмитрия Гутова, очень известного художника международного уровня. Работа называется «Случайные встречи». Это огромная стойка для каллиграфических кистей. Обычно вот эта стойка символизирует собой п-образные врата, которые отделяют профанное пространство от священного. То есть находятся по дороге в какое-то священное место. В музее-заповеднике Горки-Ленинске также немало экспонатов. Один из них называется «Мимикрия» и принадлежит художнице Ани Салимзяновой. Статуя полностью повторяет рисунок дерева. И чтобы этого добиться, девушке понадобилось три дня. Нужно быть здесь, находиться в моменте, как это сейчас, наверное, модно говорить, и погружаться в природу, в это уединение с ней, в эту тишину и выходить из суеты городской. Выставка продлится до 15 сентября. В течение этого времени на территории галереи и ее окрестностей будут проходить мастер-классы и лекции. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. 17-18 августа в музее-заповеднике Горки-Ленинске пройдет международный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году масштабное музыкальное мероприятие отмечает свой первый большой юбилей 10 лет. Организаторы, среди которых идейный вдохновитель и бессменный хедлайнер фестиваля Игорь Бутман, приготовили для гостей множество сюрпризов. Впервые на открытой сцене в Горках будет представлен театрально-музыкальный спектакль «Джаз от первого лица» с участием актера Алексея Гуськова, посвященный столетию российского джаза. В субботу у нас предполагается два оркестра, включая оркестр Игоря Бутмана и Оренбургский оркестр. Звезд и приглашенных артистов у нас предполагается порядка 15 команд. Также со специальными программами на фестивале выступят артисты, которых зрители не привыкли видеть в джазовом амплуа Полины Гагарина и Эль-Уан. В этом году у нас две сцены. Это малая сцена, которая будет находиться около усадьбы, и главная сцена, которая будет находиться на поле возле мемориальной зоны. Ежегодно фестиваль «Джазовые сезоны» собирает десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов. И уже несколько лет входит в топ лучших опен-эйр России. Начало концертов в 15.00. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова